Ребята, всем привет! Меня зовут Арман Шкудер, специально для компании Amarkets. Мы сегодня проведем технический анализ рынка криптовалют. Значит, что у нас изменилось в прошлой неделе? В целом, как бы цены остались на месте. Цены остались на месте по битву. Вот у нас такой диапазон формировался тут. Можно взять, конечно, вот так. Вот там 17300 и, значит, вот внизу здесь тоже вот можем сейчас вот даже так себе 16700. Вот уровень. Вот уровень, такой вот диапазон. Никуда цена пока не двигается. Стоят внутри диапазона. Пытались пробить наверх, но сейчас вот ушли в нижнюю границу. То есть, если будет пробитие вниз, значит, идем там в зону 15500. Если наверх, ребят, там 18. Вот этот уровень. Мы уже с вами его отмечали. Я взял бы так 18800. Это будет более такой, ну, лучший уровень. Он, как бы здесь очень много тестировался. Можно взять вот этот лоу. То есть 18700, 18800. Вот это сильнейший уровень. Туда, конечно, далековато. Поэтому смотрим, как будет тут развитие. Нужно какое-то развитие, пока цена никуда не двигается. По аде, ребят, по аде я сохраняю все-таки свой первоначальный анализ. То, что цена пойдет в зону 20 копеек. Думаю, что должны сходить как раз туда. Там ближайший такой сильный уровень, с которого как раз и были движения. Вот. Ну, конечно, здесь это очень далеко. То есть, там 20, если не ошибаюсь, 20 копеек. Ну, вроде бы здесь как бы не видно. Хорошо. Значит, там зона 20 копеек. Тут истории нету. Тут, что мне надо. Ну, пока она, конечно, стоит очень слабо. Очень слабо стоит. И при пробое нижней границы, вот этой вот, я думаю, что можем очень хорошо уйти дальше вниз. Пока что тут сохраняется сценарий все-таки негативный. Хотя, ребята, что я хочу, хочу сказать, что очень много все падало. Очень сильная перепроданность. Поэтому не исключено, что может быть какой-то резкий сильный отскок уже по всему рынку. То есть, я этот тот же вариант, этот тоже вариант рассматриваю. Поэтому все ждут там, что он будет падать. Но, может быть, вот этот отскок произойдет. Это не рост. Это просто сильный отскок. Вплоть может дойти даже, например, где-то вот сюда. То есть, это порядка там где-то 40 процентов. 30-40 процентов от движения. Поэтому посмотрим, как будет. Такие варианты тоже нужно рассматривать. Дальше, BNB. Но, BNB, ребят, тут пока вот пытался пробить вот этот уровень. Смотрите, кстати, что произошло. Я бы вот так сейчас взял. 263 доллара. Обратите внимание, была остановка. Потом попытка пробоя. Вернулись и резкие, сильные сразу движения наверх. Просто сумасшествие. Но, BNB очень сильно ходит. И очень сильная монета. Она сильнее битка намного сейчас. Поэтому BNB как бы тоже хорошо. Вот это будет первая цель. 314 если пойдем наверх. Сейчас вот тут начинает тестировать. Ну, это такой внутренний уровень. Возможно, после отката и пойдем дальше. То есть, очень тоже есть вероятность того, что можно пойти даже на 350. Пока что вот здесь смотрим. Кто, например, хочет там лонговать, то можно со стопом вот сюда бы. Но я бы еще подождал один день хотя бы. Вот сегодня. И завтра, если будут нормально закрываться уже в конце дня, вот тогда можно что-то рассмотреть со стопом ниже. Вот, вот сюда. Там сейчас скажу, сколько точно стоп у нас. Вот где-то вот 280. 280 если брать. Так, что еще у нас? Dash. Dash пока на месте стоит что-то. Не совсем интересно. И что-то здесь они есть. То есть 53 никуда не двигается. Поэтому я бы тут пока не лез. То есть тут не понятно. Дот. Вот дот, ребят, был в низах, кстати, да. Ну, посмотрим, тут есть еще история. Ага. Ну, понедельки, обратите внимание, то есть как уменьшилось снижение. То есть какое было здесь падение мощнейшее, да. А здесь посмотрите. То есть уже так, не так активно цена летит. Ну, то есть, чем дешевле цена, тем меньше такого вот падения. То есть, смотри, вот получается здесь было поглощение, дальше прошли. Потом это на крахе FTX, понятное дело, все позаливали. И значит, что можно тут отметить. Вот это нижняя граница 4.97. Значит, и можно взять вот эту вот зону. Вот эту вот зону 5.7. 5.69. Вот, вот, вот здесь. Ну, тут торговать как бы, ребят, внутри диапазона. Тут уже надо какие-то часовики смотреть. 4-х часовики как-то вот отсюда может брать. То есть, падение, постояли, возможно, со стопом. Нету перелов. Ну, хотя бы все взвесит от битка. Если биток завалят, то все пойдет вниз. ЭОС вот смотрится сильнее, ребятки. На удивление. Но он протестировал вот этот уровень. Вот этот уровень протестировал. Можно так взять, но можно взять по лаю. По лаю взять. Как раз там будет тестирование очень хорошее. Вот эта зона 80 копеек. Значит, ушел наверх. И сейчас, что сейчас? Сейчас я думаю, стремление будет вот сюда. 1.2 где-то. Плюс-минус. Если пойдем. Тут тоже пытается сейчас пройти. Но сильнее рынка выглядит. Реально сильнее. Поэтому ЭОС может тоже сходить нормально. По эфирчику. Эфир тоже всем интересно. Что могу сказать, ребят. Я брал бы лонг только выше где-то. Тут, конечно, распилили эту зону. Вот сейчас тяжело предугадать. Но можно взять вот так, как бы, 245. Потому что вот было раз-два. И тут били в эту зону. И сейчас, видите, пытаются, пытались закрепиться выше, но пробили вниз. И сейчас вот надо подождать, что будет дальше. Если выходим, значит идем. Может быть даже вот сюда. Может быть даже вот сюда 1660, если сходят. Поэтому сейчас вот по эфиру такая вот не совсем понятна ситуация. Что здесь делать? Пока я бы тут понаблюдал. Такая неопределенность, видите. То есть, когда такая неопределенность, я, например, не лезу. Я смотрю только то, что уже понятно. То есть, смотрите по лайткоину тоже. Такой же уровень, как был по эфиру. Ложный пробой. Обратно. Откат. И движение. По лайту он сильнее. Но смотреть надо где-то... Я бы смотрел где-то вот отсюда хотя бы. От 73, чтобы стоп поставить сюда. Если брать. Потому что, ну да, он смотрится. Тут еще уровень есть истории. Но отстоялся красиво. Видите, отстоялся. Поэтому может и пойти там на 120 долларов, например. То есть, тоже неплохо. Смотрите. Резкое падение, откат. Сразу перехали от АВХ. Поэтому вот сюда может где-то от 72-73 там можно рассмотреть. Здесь пока, скажем так, стремневастенько. Стремневастенько тут лонг. Хотя, видите, тут красиво стоялись. Сходили, вернулись. То есть, пробили хай, вернулись обратно. И вот сейчас тут начинается консолидация. По S&P. Что по S&P, ребят? Значит, здесь мы подошли к зоне сопротивления. Вот она, смотрите. Сейчас. Вот эта зона сопротивления. Видите, даже протестировали ее. Вот так. Можно так взять. Я бы вот так взял, протестировали. Видите, откатились. Но по истории, по истории графика, значит, обычно в конце года цена двигается наверх. Ну, то есть, закрывается под хай. Потому что все фонды, они считают прибыль под конец года. То есть, на 31 декабря или на 1 января. И обычно там, я смотрел по годам. Можете сами посмотреть. Всегда в конце года рынок закрывается вверху. Где-то. Потом в следующем году могут валить. Поэтому есть шансы, что S&P закроется либо где-то здесь, либо может даже на 4, там, 300 пойдет. Еще у нас 3 недели осталось, да. Да, еще 3 недели торгов именно осталось. Поэтому, возможно, что цена даже устремится куда-то дальше. То есть, наверх, там, под хай. Или где-то вот здесь будет закрываться. Посмотрим. Ну, видите, уже год, уже снижение такое идет постоянно. Ну, не очень красиво смотрится, конечно. Ну, посмотрим, как будет дальше. Обычно, хорошо, что мы хотя бы не ушли дальше. Вот сейчас в декабре там где-то под лоу. То есть, сейчас он будет держаться. Это мое личное мнение. Посмотрим, будет. Если эту линию пробьют, тогда есть шанс. Тогда есть шанс на продолжение роста наверх. По саланке. Залили тогда были. Очень так круто залили. И сейчас тоже. Что здесь делать? Выше 15, ребят, можно смотреть на лонг, на отскок. Я думаю, отскок здесь может быть очень серьезным. Если она отскочит, она может пойти и на 27, и там, и на 20. Ну, я бы пока рассмотрел где-то 20. Такое. Так она отскок, да. Потому что она реально перепродана. Отскока не было. Действительно сильная монета. Ну, и поддержка 11 долларов. Ну, и сейчас вот здесь талиф внутри диапазона. Выше 15. Можно здесь. Я бы, конечно, не сильно лез. Если кто-то хочет лезть, можете там заходить, например, где-то вот от этого уровня. Вот от уровня, например, там 13,3. И стоп ставить, допустим, сюда. Вот так вот. Это единственный вариант. Хотя тут сопротивление. Не очень правильная сделка будет. ТРХ. ТРХ у нас что? Ну, выкупили были. Да, выкупили были. И сейчас вот непонятно, что он будет сейчас тут делать. Поэтому по ТРХ пока, ребят, я бы наблюдал бы. Дальше. Люмен. Люмен у нас снижался. И от нижней границы. Ну, можно попробовать отсюда где-то лонговать. Если остановится со стопом. Да, и на продолжение какого-то отскока. Хотя по недельке смотрится реально плохо. Я пока бы тут сильно не лез в лонги. Рипл. Рипл там что-то уже было с решением по секу. И, ну, уже как бы оно пишут, что сек проиграет. Но, возможно, это уже в цене отыграно. Поэтому посмотрим. Рипл. Вот хороший уровень. Сейчас вот как раз мы тут и стоим где-то на нем. Ну, я бы брал вот так. Он, конечно, повыше. Сейчас его там пробили. Ну, можно найти вот этот ближайший. Там 0.38. Поэтому отсюда. Ну, пока он тоже так туда-сюда стоит. То есть ничего определенного как бы нет. Ничего определенного нет. То же самое по Тезису. Внизу как бы, ну, надо брать уже с нижней точки, если брать. Или брать выше вот этой консолидации. 1.03. Тогда есть шансы на продолжение роста. Вот так в двух словах, ребятки. У кого есть желание приключать SK Markets. Хорошая компания. Наши партнеры. Поэтому всем хорошего дня, прибыльных сделок. И до следующих встреч. До свидания.